Наталья постоялец Озерского психоневрологического интерната. Живет здесь несколько лет и ей есть с чем сравнить новые условия. Было хуже, сейчас стало лучше. А чем лучше стало? Все поменялось и что все новое. Вы участвуете в творчестве самодеятельности? Поете? Да, и сама танцы оставляю. Жизнь в интернате теперь и правда кипит. Часто устраивают интересные мероприятия. К примеру, в день нашего визита проводили сразу два праздника – мороженого и красок. Все проживающие могут заниматься тем, что душе угодно – рисовать, петь, танцевать или играть на гитаре. Ведь сейчас для этого созданы все условия. Развивающие приспособления, уютное место с водопадом для отдыха и сенсорная комната. Сенсорная комната, она именно создана для психоэмоциональной разгрузки, для улучшения настроения проживающих. Для психологической и психической разгрузки наших проживающих. Эксенсорный дождик, за него можно подержаться. То есть он дает определенную такую гармонию. Все эти новшества появились в Озерском интернате благодаря возросшему финансированию из краевого бюджета. Регион начал обновлять базу социальных учреждений, в том числе стационарных, которым 50 лет и больше. Часть строений давно морально устарела и остро нуждается в комплексном обновлении, повышении противопожарной безопасности и соответствии с современным СанПИНом. Улучшение материальной базы – одна из задач и федерального пилотного проекта по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Эта программа предполагает совершенно иной подход каждому постояльцу социальных и психоневрологических учреждений. Самое важное – поменять менталитет людей, чтобы они понимали, что работать так, как работали раньше, накормить, одеть, напоить людей уже не получится. Здесь самое важное в уходе – это, конечно же, чтобы наши проживающие индивидуально чувствовали на себе ту заботу, которую персонал должен проявлять в их адресе. Для маломобильных постояльцев в Озерском интернате построили специальную лестницу «Пантус». И теперь они могут беспрепятственно спускаться со второго этажа на первый, выезжать на прогулку. В целом, на улучшение материально-технической базы только этого учреждения в 2022 направили порядка 10 миллионов рублей. А всего до конца года больше чем на 500 миллионов рублей в крае улучшат условия содержания почти 100 учреждений данного профиля. Это больше, чем в ряде других регионов страны. Но учитывая увеличение продолжительности жизни населения, а она хоть незначительно, но растет, необходимость в увеличении финансирования действующих домов-интернатов в ближайшие годы будет только возрастать. К тому же некоторые из заведений необходимо заменить на современные пансионаты. Но пока это в планах. Елена Макаренко, Ольга Иванова, Алексей Фризин. День с толком.